Тысяча и одна ночь. Четвертая ночь. Когда же настала четвертая ночь, ее сестра сказала, «Закончи свой рассказ, если тебе не хочется спать». И Шахерезада продолжала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что рыбак сказал Эфриту, «Никогда тебя не поверю, пока не увижу тебя там своими глазами». И тогда Эфрит встряхнулся и стал дымом над морем, и собрался, и мало-помалу стал входить в кувшин, пока весь дым не оказался в кувшине. И тут рыбак поспешно схватил свинцовую пробку с печатью и закрыл ее кувшин, и закричал на Эфрита, «Выбирай, какой смертью умрешь. Клянусь Аллахом, я брошу тебя в море и построю себе здесь дом, и всякому, кто придет сюда, я не дам ловить рыбу и скажу, тут Эфрит и всем, кто его вытащит, он предлагает выбрать, как умереть и как быть убитым». Услышав слова рыбака и почувствовав себя в заточении, Эфрит хотел выйти, но не мог, так как ему не позволяла печать Сулеймана. И он понял, что рыбак перехитрил его и сказал, «Я пошутил с тобой». Но рыбак воскликнул, «Лжоша презреннейший из Эфритов и грязнейший, ничтожнейший из них!» И потом он понес кувшин к берегу моря, и Эфрит кричал, «Нет, нет!» А рыбак говорил, «Да, да!» И Эфрит смягчил свои речи и стал смиренным и сказал, «Что ты хочешь со мной сделать, о рыбак?» И рыбак ответил, «Я брошу тебя в море, и если ты уже провел в нем 1800 лет, то я заставлю тебя пробыть там, пока не настанет судный час». Не говорил ли я тебе, «Пощади меня, пощадит тебя Аллах!» «Не убивай меня, убьет тебя Аллах!» Но ты не послушал моих слов и хотел только обмануть меня, и Аллах отдал тебя мне в руки, и я обманул тебя. «Открой меня, и я окажу тебе милость», — сказал Эфрит. Но рыбак воскнигнул, «Лжешь, проклятый! И ты, позобный визирю царя Юнана и врачу Дубану! А кто же это такие визирь царя Юнана и врач Дубан? И какова их история?» — спросил Эфрит. А, сейчас я перелистну. «Знаю, Эфрит», — начал рыбак, — «что в древние времена и минувшие века и столетия был в городе Персов и в земле Румана царь по имени Юнан. И был он богат и велик, и повелел войскам и телохранителям всякого рода, что на теле его была проказа. И врачи, и лекари были против нее бессильны. И царь пил лекарства, и порошки, и мазался мазями, но ничто не помогало ему, и ни один врач не мог его исцелить. А в город царя Юнана пришел великий врач, далеко в зашедших годах, которого звали врач Дубан. Он читал книги греческие, персидские, византийские, арабские, сирийские, знал врачевание и звездочетство и усвоил их правила и основы их, в пользу и вред, и он знал также все растения и травы, свежие и сухие, полезные и вредные, и изучил философию, и постиг все науки и прочее. И когда этот врач пришел в город и пробыл там много дней, он услышал о царе и поразившее его тело проказе, которое испытал его Аллах, и о том, что ученые и врачи не могут излечить его. И когда это дошло до врача, он провел ночь в занятиях, а лишь только настало утро и засияло светом, и заблистало, он надел лучшие из своих платьев и вошел к царю Юнану. Облабзав перед ним землю, врач пожелал ему вечной славы и благоденствия и отлично это высказал, а потом представился и сказал, «О царь, я узнал, что тебя постигла болезнь, которая у тебя на теле, и что множество врачей не знает средства излечить ее. Ну вот я тебя вылечу, о царь, и не буду ни поить тебя лекарством, ни мазать мазью». Услышав его слова, царь Юнан удивился и воскликнул, «Как же ты это сделаешь? Клянусь Аллахом, если ты меня исцелишь, я обогащую тебя и детей твоих, и облагодетельствую тебя, и все, что ты захочешь, будет твое, и ты станешь моим сатрапезником и любимцем». Потом царь Юнан наградил врача почетной одеждой и оказал его милость и спросил его, «Ты вылечишь меня от этой болезни без помощи лекарств и мази?» И врач ответил, «Да, я тебя вылечу». И царь до крайности изумился, а потом спросил, «О, врач, в какой же день и в какое время будет то, о чем ты мне сказал? Поторопись, сын мой, слушай и повинуйся», ответил врач, «Это будет завтра». А затем он спустился в город и нанял дом и сложил туда свои книги и лекарства, и зелья. А потом он вынул зелья и с надобья вложил их в молоток, который выдолбил, а к молотку он приделал ручку и искусно приспособил к нему шар. А на следующее утро, когда все это было изготовлено и окончено, врач отправился к царю, и, войдя к нему, облабузал перед ним землю и велел ему выехать на ресталище и играть с шаром и молотком. А с царем были и миры, придворные, визири и вельможи царства. И не успел он прибыть на ресталище, как пришел врач Дубан и подал ему молоток и сказал, «Возьми этот молоток и держи его вот за эту ручку и гоняйся по ресталищу и вытягивайся хорошенько. Бей по шару, пока твоя рука и тело не вспотеют, и лекарство не перейдет из твоей руки и не распространится по телу. Когда же ты кончишь играть, и лекарство распространится у тебя по всему телу, возвращайся во дворец, а потом сходи в баню, вымойся и ложись спать, ты исцелишься и конец». И тогда царь Юнан взял у врача молоток и схватил его рукою и сел на коня и кинул перед собой шар и погнался за ним и настиг его и силой ударил, сжав рукой ручку молотка. И он до тех пор бил по шару и гонялся за ним, пока его рука и все тело не покрылись испариной и снадобье не растеклось из ручки. И тут врач Дубан узнал, что лекарство распространилось по телу царя и велел ему возвращаться во дворец, в сию же минуту пойти в баню. И царь Юнан немедленно возвратился и приказал освободить для себя баню. И баню освободили, и постельничьи поспешили, и рабы побежали к царю, гоняя друг друга, и приготовили ему белье. И царь вошел в баню, хорошо вымылся и надел свои одежды в баню, а затем он вышел и поехал во дворец и лег спать. Вот что было с царем Юнаном. Что же касается врача Дубана, то он возвратился к себе домой и проспал ночь. А когда наступило утро, он пришел к царю и попросил разрешения войти. И царь приказал ему войти, и врач вошел, облабызал землю перед ним и сказал нараспев, намекая на царя такие стихи. Возвышаются все достоинства, коль отцом ты их называешься, и назвать другого откажутся. О ты, чей лик сиянием огней своих, прогоняет мрак дурного дела с чела судьбы, да сияет лик и да светится неизменно твой, хотя лик времен неизменно гневенных мор всегда, арасил меня своей милостью и благами ты. То же сделали, что с холмами тучи со мной они, и бросал в пучины богатство ты с большой щедростью, и достиг высот ты желаемых таким образом. И когда он кончил говорить стихи, царь поднялся на ноги, обнял его, и посадил с собой рядом, и наградил драгоценными одеждами. А царь, вышедший из бани, посмотрел на свое тело, и совершенно не нашел на нем проказы, и оно стало чистым, как белое серебро. А царь обрадовался этому до крайности, и его грудь расплавилась и расширилась. Когда же настало утро, царь пришел в диван и сел на престол власти, и придворные вельможи его царства встали перед ним, и к нему вошел врач Дубан. И царь, увидев его, поспешно поднялся и посадил его рядом с собой. И вот накрыли роскошные столы и скушениями, и царь поел вместе с Дубаном, и, не переставая, беседовал с ним весь этот день. Когда же настала ночь, царь дал Дубану две тысячи динаров, кроме почетных одежд и прочих даров, и посадил его на своего коня, и Дубан удалился к себе домой. А царь Юнан все удивлялся его искусству и говорил, «Этот врач лечил меня снаружи и не мазал никакой мазью. Клянусь Аллахом, вот это чудодейственная мудрость!» И мне следует оказать этому человеку уважение, милость и сделать его своим собеседником и сотрапезником на вечные времена. И царь Юнан провел ночь довольный, радуясь здоровью своего тела и избавлению от болезни. А когда наступило утро, он вышел и сел на престол, и вельможи его царства встали перед ним, и визири и миры сели справа и слева. Потом царь Юнан потребовал врача Дубана, и тот вошел к нему и облобызал перед ним землю, а царь поднялся перед ним и посадил его с собой рядом. Он поел вместе с врачом и пожелал ему долгой жизни, и пожаловал ему дары и одежды, и беседовал с ним до тех пор, пока не настала ночь. И тогда царь велел выдать врачу пять почетных одежд и тысячу динаров, и врач удалился к себе домой, воздавая благодарность царю. А когда наступило утро, царь вышел в диван, окруженный придворными визирями и мирами. А у царя был один визирь гнусного вида, скверный и порочный, скупой и завистливый, сотворенный из одной зависти. И когда этот визирь увидел, что царь приблизил к себе врача Дубана и оказывает ему такие милости, он позавидовал ему и затаил на него зло. Ведь говорится же, ничье тело не свободно от зависти, и сказано, несправедливость стоится в сердце, сила ее проявляет, а слабость скрывает. И вот этот визирь подошел к царю Юнану и, облабузав перед ним землю, сказал, «О, царь нашего века и времени, ты тот, с чьей милости я вырос, и у меня есть для тебя великий совет. И если я его от тебя скрою, я буду сыном при любодеянии. Если ты прикажешь его открыть тебе, я открою». И царь, которого встревожили слова визиря, спросил, «Что у тебя за совет?» И визирь отвечал, «О, благородный царь!» Древние сказали, «Кто не думает об исходе дел, тому судьба не друг. И я вижу, что царь поступает неправильно, жалуя своего врача и того, кто ищет прекращение его царства. А царь был к нему милостив и оказал ему величайшее уважение и до крайности приблизил его к себе. И я опасаюсь за царя». Царь, встревожившись и, изменившись в лице, спросил визиря, «Про кого ты говоришь и на кого намекаешь?» И визирь сказал, «Если ты спишь, проснись. Я указываю на врача Дубана». «Горе тебе, — сказал царь, — это мой друг, и он мне дороже всех людей, так как он вылечил меня чем-то, что я взял в руку и исцелил меня от болезней, против которой были бессильны врачи. Такого как он не найти в наше время нигде в мире, ни на Востоке, ни на Западе, а ты говоришь о нем такие слова. С сегодняшнего дня я установлю ему жалование и выдачу, и назначу ему на каждый месяц тысячу динаров. Но даже если бы я разделил с ним свое царство, и этого было бы поистине мало. И я думаю, что ты это говоришь из одной только зависти, подобно тому, что я узнал о царе Ассинбаде. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Напоминаю, что мы с гидом из Израиля, Эдуардом Рабиновичем, читаем «Тысяча и одна ночь» по очереди. Пятую ночь будет читать Эдуард Рабинович. И до встречи на канале. Пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий со своими вопросами и пожеланиями, что читать дальше. А если вы хотите прочесть какую-то книгу вместе со мной, тоже напишите о своем желании.